А в итальянском Пезаро стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Россия традиционно в числе фаворитов. Нашу страну представляют сразу 8 спортсменок, в том числе олимпийские чемпионки. Все движения уже отточены, а зрители предвкушают эффектное зрелище. О шансах на то, что оно увенчается медалями сборной, Антон Лядов, он смог попасть на заключительную тренировку. В итальянском зале звучит кубанский казачий хор на площадке российские гимнастки. Многократные чемпионки международных турниров Дина и Арина Аверины. Перед выходом обязательно полстакана воды на покрытие подиума, наступить ногой, чтобы не скользить по площадке, поправить костюм. Во время выступления он эффектно раскроется. Российские спортсменки, наши красавицы, уже на том самом подиуме, к которому совсем скоро будет приковано внимание всего мира. Здесь на арене еще идут приготовления, дорожки даже до сих пор выложены полиэтиленом. Но вот наши девушки уже в концертных нарядах. Здесь должно быть все точно так же, как во время основного выступления. Главный тренер национальной сборной Ирина Винер от спортсмена глаз не отводит. С края площадки вместе с ними проходит каждое движение. Как я говорю и как говорят мои ученицы, что все там решается. Кто больше заслужил, тот и будет. Там, где все хотят быть. Мы выступаем с новым составом, по новым правилам. И, конечно, мы будем показывать и доказывать о том, что эти правила очень логичны. По старым правилам участники должны были предоставлять расклад программы. Какой элемент будет за каким следовать. В этом году это отменили. Гимнастка может творить на площадке. Прямо таки можно, даже если вдруг ошибся, можно симпровизировать. Да, можно симпровизировать. У вас такое предусмотрено. Ну, конечно, мы репетируем разные, тренируем разные ситуации. Но никто не заметит. Конечно, нет. В этом году Россию будут представлять 8 спортсменок. Дина и Арина Аверины. У каждой за плечами золото с чемпионатов Европы, этапов Кубка мира. Кроме того, страну будут представлять сразу две олимпийские чемпионки. У Анастасии Близнюк целых два олимпийских золота. Лондон и Рио-де-Жанейро. У Марии Толкачевой высшая награда на Бразильской Олимпиаде. Российская команда традиционно одна из сильнейших. Они феноменальны. Они очень талантливые девушки, на которых приятно смотреть. В общей сложности в чемпионате примут участие спортсмены из 53 стран. Это особенный чемпионат, потому что начинается новый цикл перед летними олимпийскими играми в Токио. Первый старт российских спортсменок уже завтра. Антон Лядов, Петр Мамочкин, Александр Макаров и Егор Бушуев. Вести. Италия.